Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня у нас 11 марта, и я не знаю, как я буду выкладывать это видео. Выложу ли я его вот так вот по частям или же одним видеодневником. Ну, пока что вот говорю сегодняшнее число. И хочу показать вам мои первые опыты с черенками бегоний. Мне попались вот таких... здесь у меня два таких дохленьких-дохленьких череночка бегонии были. А тут у меня был хорошенький череночек. Это, если я не ошибаюсь, бегония Бауэра. Да, вот у меня надписано. Иногда её можно спутать с тигровой бегонией, но это не она. Она просто... они очень похожи. Я её посадила 26 января, а эти 22 января бегонии я их укоренила. Как вы знаете, у меня есть на моём канале мастер-класс по укоренению черенков бегоний, по их размножению, который проводился в нашем доме фиалки самарском. Его проводил Артём Санин. И вот у них, вы можете видеть во многих выставках, которые я там иногда снимаю, у них там стоят шикарные бегонии, просто шикарные. И вот я вдохновилась. Вдохновилась настолько, что мне захотелось попробовать укоренить череночек. Конечно, так всегда дома были бегонии коралловая, бегония с такими огромными-огромными листьями, которые вот прям как пятерня такая вот. Не знаю, как она называть, клеопатра или не клеопатра, что-то вроде этого. Но я укореняла коралловую бегонию, но укореняла её отростками. Другую бегонию я просто пересаживала, разделяла, рассаживала. А черенки я никогда ещё не укореняла. И вот я попробовала укоренить череночки и посмотреть, что у меня выйдет. Оставила здесь вот череночек побольше, а здесь я оставила по паре сантиметров буквально. Но даже здесь он хоть и немножко длиннее череночек, но он не сильно заглублён, буквально на сантиметрик. И вот спустя, может, месяца полтора-два эти бегонии дали деток. Причём вот эти две бегонии, посмотрите, у них вот эти детки большие, а они прямо на черенках. Я впервые с этим столкнулась. Обычно такое бывает на черенках фиалок, когда детки прямо на укоренённых черенках вырастают. Но у меня ни разу такого не было. И теперь у меня это впервые произошло на черенках бегонии. Вот эта детка, она покрупнее. Вот я её вам покажу. Вот она. Вот. Такие у неё три прекрасных листика здесь. Прям тройняшечки такие красивенькие. И тут вот маленькая деточка. Вот она. Вот как это сбоку выглядит. Я просто подожду, когда эти детки подрастут до такого размера, чтобы мне не страшно было их отделять от верхушки листика и буду их отдельно укоренять. А ещё каждый листик дал снизу по детке. То есть из грунта тоже. Но здесь вот эта детка что-то, она как-то там зачахла. Здесь получилось так, что листья, детки лезут из-под листа. Я даже думаю, может мне его маленько подрезать. Наверное, я так и сделаю. Потому что здесь вот деточка прям... Ей хочется жить. Вот она машет ручкой отсюда. И никак не выйдет на свет божий. И тут тоже полезли детки из грунта. Вот их тут толком не видно, потому что они крошечные. Но они тут вот есть. А этот листик, он дал деток как положено. Как положено. И вот он. Сколько их там. Малипусик моих. Поливаю я их сверху. Верхним поливом. Сразу как замечу, что грунт подсох. Верхний слой грунта прям сухой. Я тогда прям сверху поливаю по краю горшочка. И стоят они у меня под лампой. Под обычной настольной лампой с дневным светом. Там вот такая длинная лампочка. И вместе вот с этим нематантусом. Вот мне его тоже подарили. Этот нематантус. Он был... Мне его подарили где-то в новогодние праздники. И он был вот таким вот коротеньким. Вот. И вот этот... Вот эту веточку он уже вырастил за эти пару месяцев у меня под этой же лампой. Рядом с этими бегониями. Они еще... Почему они еще стояли отдельно? Стоят отдельно у меня под лампой все эти. Потому что они у меня тоже на карантине. И вот поэтому они стоят дружненько. Им там под лампой не тесно. А этот нематантус, я думаю, может быть, вот отделить вот эту верхушку и отдельно укоренить. Его я еще не пересаживала. Он в том грунте, в котором он пришел. Но горшочек, конечно, тяжеловат, мне кажется, все-таки для такого Гиснериева. Учитывая, что он все-таки тоже Гиснериевый. Здесь обычный универсальный грунт. Ну, я читала, что нематантус легко размножается черенкованием. Ну, посмотрим. Я еще почитаю, как лучше это сделать. Может, или можно ли его сразу в грунт укоренить, или в водичке пусть какор не даст. Ну, вот, буду держать вас в курсе. Сегодня 31 марта. Прошло совсем немного. Но все равно видно, как за это время подросли эти деточки. Какими они стали красотками. Особенно вот на этой бегонии видно. На этой красавице. Вот она даже с этой стороны какая она красивая. У этой деточки листочек уже стал приобретать красный оттенок. Вот, виден красный пигмент. Очень красивый. Это та детка, которая вот прям на листе растет. Вот, у этих деточек здесь у нее уже череночки вытянулись еще больше. Листочки стали подлиннее. Черенки и листочки. Этот листик я так и не отрезала, под которым растет деточка. Она бедная там. Где-то там. Ой, она вон аж завивается. Вот я сейчас перед вами прям возьму и отрежу этот листик чуть-чуть. Главное никого не травмировать. Так, вот так уже получше будет. Не знаю, смогу ли я вытащить этот листочек. Или он уже окончательно скривился. Вот я думаю, что еще не поздно. И он потянется к свету. И вот этот листик тоже. Вот снизу. Несколько, сразу несколько череночков тянутся. И тут вот еще тянется деточка. Ну, конечно, не без налета, естественно. Вода у нас не идеальная. Поливаю обычной отстойной водой. То есть она у меня стоит. Пару денечков. Отстаивается. И я поливаю их. Ну, а это я все-таки отрезала несколько дней назад макушку. Которая вот так вот выросла у этого нематандуса. И, в принципе, тут же и воткнула его в этот же горшочек. И стоит. Ничего. Нормально. На днях у меня еще появились несколько отростков нематантуса. Они у меня от Людмилы Ермолаевой. У меня есть видео, как я побывала у нее в гостях. И фиалочки сняла ее. И орхидеечки. Так что проходите по ссылке, смотрите, кому интересно. И вот она мне подарила несколько отростков. И я пока их еще не сажала. Но пока они у меня стоят в водичке. Но я их обязательно посажу, укореню. И также, я думаю, не дожидаться, пока у них корешки появятся. И прям вот так же, как и этот вот в грунт, воткнуть в грунт. И что интересно, вот посмотрите, насколько этот мелкий, у этого вот мелкие листья. И насколько вот у этого они жирненькие такие, крупненькие. А у этого, вот веточка его росла дальше. Она прям вот, посмотрите, даже у этой верхней веточки листья намного крупнее, чем вот у начальной. Ну, а рядом это отростки фикуса. Такого вот вариегатного. Давно его хотела. Ну, я думаю, что о нематантусе у меня уже будут отдельные видео. Сегодня 20 апреля. Мои бегошечки еще больше подросли. И нематантус подрос. Вот так вот у него вытянулась вот вторая веточка появилась тут. Ну, не появилась она и так была. Ну, вот она вот так вот подросла. И вот эта веточка без проблем укоренилась, которую я просто вот отломила от верхушечки. Вот отсюда вот. Получается вот эта вот веточка новенькая, которая от верхушечки я просто отломила и воткнула просто в землю. Этот маленький нематантус подрастает. Это моя серебристая бегошечка. Вот она какая красавица. Череночки вытягиваются. И вот я вот все думаю, может им все-таки та лампа уже старая, под которой они стоят в комнате. Стоят они у меня просто под ночником, под светильником. С дневным светом. И, возможно, или та лампа уже не так сильно светит, или это просто такая вот особенность сорта. Пока не могу ничего сказать, не могу ничего такого подумать на этот счет. Надо понаблюдать, надо посмотреть другие бегонии, например, на выставке. Посмотреть, обратить внимание, какие у них черенки. Но обычно, в принципе, вот, ну не знаю, но может это все-таки из-за недостатка света. Все-таки все бегонии, которые я видела, все с длинными черенками. Или действительно это особенность бегоний. Не знаю, надо еще понаблюдать. Вот эта бегошечка тоже подросла. Вот у этой мне надо будет укоренять, наверное, отдельно. Отдельно укоренять эти вот детки, которые на листе растут, потому что они растут прямо на листе. Хотя на примере этой я вот, знаете, я думаю даже... Вот у нее тоже, видите, детка на листе растет. Так, вот, прямо на листе растет. И я вот думаю, может быть, просто досыпать сюда грунта, этот вот старый убрать сверху, и просто досыпать грунта, и пусть так укореняется. Но это надо советоваться, советоваться со знающими, с опытными людьми. Я обязательно посоветуюсь. Это я 13-го числа пересадила, перевалила, вернее, перевалила сюда уже бегошечку. Вот, посмотрите, какая она же большая. Я ее перевалила вот в восьмерочку. Это, кстати, у меня бегония Бауэра, если я не называла название красавица. Я не стала отделять ни деток, не стала отделять, и даже материнский лист не стала отделять. Пусть растет, пусть растет большим-большим, крупным, хорошим кустиком. Такая вот красотка. Ну, а это тоже 13-го числа. Пересадила сюда нематантус, который у меня от Людмилы Ермолаевой. Наконец-то я пересадила, а то он стоял у меня. Это вот так вот он вырос, еще находясь просто в воде. Представляете себе, вот просто стоял в воде. Вот, посадила прямо этой кучечкой, прям, в стаканчик кофейный. Такая у меня красота тут. Это тот нематантус, вот, который с крупненькими листиками. Вот я их сравнивала, насколько у этого листья крупные и насколько у этого мелкие. Хотя не знаю тоже. Может быть в домашних условиях этот лист, эти листики тоже будут покрупнее. Потому что вот новые листья, вот на этих новых, вот на этой новой веточке и на этой верхушечной, на этом верхушечном череночке листья все-таки крупнее, чем вот на начальном черенке, с которым он попал ко мне. Буду наблюдать за ними, за всеми, за всей этой красотой. Ну, я думаю, что о бегониях на этом я заканчиваю свой обзор. Вернее, не то, чтобы обзор, а свой видеодневник. Потому что надо мне решать, как пересаживать дальше, как укоренять или, может, заглублять вот эти вот маленькие кустики. Надо мне об этом подумать. Если хотите мне что-нибудь посоветовать, посоветуйте, советуйте, не стесняйтесь. Я с удовольствием, с радостью читаю все ваши комментарии, все ваши советы. Я прислушиваюсь ко всем вашим советам. Так что вашим комментариям буду очень рада. Спасибо большое за то, что заглядываете на мой канал. Интересуетесь моими видео. Буду дальше уже отдельно в обзорах показывать эти свои бегонии. И до новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...